По мнению немецкого политолога Ханса Хейнинга Шрёдера, с приходом военных действий в Крым, а именно так можно толковать взрывы на российских военных объектах, у Кремля возникают две проблемы. Во-первых, эти события не вписываются в рамки так называемой спецоперации, объявленной Кремлём. «В какой-то момент они должны будут сказать людям, что это война, а не спецоперация. А это проблема для населения. Бои идут уже полгода, а кремлёвское руководство упорно отказывается называть это войной. Я думаю, что для тех, кто в этом участвует, или тех, кто кого-то знает, абсолютно ясно, что это война. То есть рушится вся конструкция из лжи. Как Кремль с этим справится, нам ещё предстоит увидеть. И второе, Украина очень чётко даёт понять, Крым – это украинская территория, а не российская. И это означает, что для будущих переговоров, а в какой-то момент эта война закончится, Украина, конечно, будет претендовать на возвращение этой территории. Подводя итоги предыдущего 174-го дня войны, когда в аннексированном России Крыму произошло сразу несколько ЧП на военных и инфраструктурных объектах, президент Украины Владимир Зеленский обратился с такими словами. «Каждый день и каждую ночь мы видим новые сообщения про взрывы на территориях, которые временно оккупированы. Я прошу всех наших людей в Крыму, в других регионах на юге страны, в оккупированных районах Донбасса и Харьковщины быть очень внимательными. Пожалуйста, не приближайтесь к военным объектам российской армии и всех тех мест, где они сохраняют боеприпасы и технику, где у них находятся штабы». Австрийский политолог Герхард Мангат назвал взрывы в Крыму крайне неприятными событиями для Кремля, особенно в свете ранних заявлений о сакральности Крыма, когда Путин называл его «святой землёй для России». «Взрывы на военных объектах в Крыму показывают максимальные цели Украины в войне. То есть российские войска должны быть изгнаны не только с территорий, которые они захватили с 24 февраля, но и с территорий, завоёванных в 2014 году». Таким образом, украинцы подчёркивают свои законные претензии на Крым. И такие успешные удары по российским военным позициям, конечно, нужны украинской стороне, чтобы продемонстрировать Западу. «С вашим оружием и с вашими дальнейшими поставками мы можем отбить россиян. Мы можем нанести им серьёзный ущерб». Истории успеха всегда очень важны для украинской стороны, не только в отношении Запада. Это также поднимает боевой дух в их собственной армии. Украина рассматривает Крымский мост, соединяющий оккупированный полуостров с материковой частью России, как законную военную цель, заявил в интервью газете «The Guardian» советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. Он анонсировал в ближайшие 2-3 месяца новые атаки на объекты в Крыму, не подтвердив, стоят ли за взрывами ВСУ. «Наша стратегия – уничтожить логистику, линии снабжения, склады боеприпасов и другие объекты военной инфраструктуры. Это создаст хаос в их собственных силах», – объяснил он. Крымский мост Подоляк назвал незаконным строительством и основными воротами для снабжения российской армии в Крыму. «Такие объекты должны быть уничтожены», – сказал он. А вот как оценивает вероятность атаки ВСУ на Крымский мост австрийский политолог. «Я уверен, что украинская сторона предпримет соответствующие попытки в подходящий момент. Нельзя забывать, что в Крым через мост поступает большое количество военных грузов, которые затем используются на юге Украины. Также разрушение моста через Керченский пролив, конечно, стало бы абсолютным символическим поражением для российского руководства и российских вооруженных сил». Ханс Хеннинг Шрёдер видит также в событиях вокруг взрывов в Крыму одну из возможностей для Украины – достучаться таким образом до российского общества в обход российской пропаганды. «Украинская сторона ищет способы вызвать замешательства у российского руководства и в российском обществе. А они включают атаки, акты саботажа, партизанскую войну на украинской территории. Эту территорию украинцы считают своей, и таковой её также считают большинство других государств». В социальных сетях все видели этот мощный взрыв на аэродроме в Крыму. Каждому было понятно, что в воздух взлетели боеприпасы, оружие, самолёты. И если почитать то, что написали официальные СМИ, то многие просто смеялись. Если российское правительство не сделает разворот в ближайшее время, оно выставит себя на посмешище посредством собственной пропаганды. Как и в этом примере, когда в Крыму на глазах у российских туристов, украинцы явно добились военного успеха, им удалось достучаться до российского общества. В своём сегодняшнем отчёте британская разведка сформулировала своё понимание происходящего в Крыму так, цитата, «Причина этих инцидентов и масштаба ущерба пока не ясны, но российское командование, скорее всего, будет всё больше обеспокоено очевидным ухудшением ситуации с безопасностью в Крыму, который служит тыловой базой для оккупантов». Конец цитаты.